Сегодня одна из самых известных российских спортсменок, теннисистка Елена Дементьева, заставила плакать зрителей и участников турнира в Дохе. Олимпийская чемпионка Пекина, находящаяся на пике карьеры, объявила, что покидает спорт. Дементьева входила в тот узкий, но блистательный круг российских теннисисток, которые заставили весь мир наизусть учить их нелегкие для иностранцев славянские фамилии. В том числе и благодаря ей самые престижные турниры зачастую напоминали этапы чемпионата России. Николай Захаров узнал, что заставило Дементьева уйти. Даже поражение Елены Дементьевой на корте катера не так огорошило болельщиков, как слова, сказанные ею самой после окончания матча. Спасибо всем, кто болел за меня, кто смотрел мои матчи. Отдельная благодарность ребятам из моего фан-клуба. Вы поддерживали меня всегда, не важно, выигрывала я или проигрывала. Это очень драматичный момент для меня. Мне сложно прощаться с вами, я буду скучать. Еще она поблагодарила маму, а сотни болельщиков на стадионе и партнеры по команде слушали, вытирали поддельные слезы. Все стояли, плакали, потому что Лена действительно очень хороший игрок и очень хороший человек. Больше пяти лет Дементьева находилась в десятке лучших теннисисток мира. Но когда ей самой было шесть, как безнадежную, ее не хотели брать ни в одну теннисную секцию. С третьего раза она попала в «Спартак». И наставник Рауза Исламова оставила ее в пару со своим сыном Маратом Сапиным, чтобы тот отрабатывал технику удара. Это потом удару самой Дементьевой будут аплодировать. Превращение ребенка в профессионального теннисиста стоит примерно 100 тысяч долларов. И родители Елены трудились на нескольких работах и даже были челноками, чтобы дочь могла тренироваться. Благодаря этому Дементьева дважды играла в финалах турнира «Большого шлема» и стала единственной из российских теннисисток, кто выступал на чемпионате мира шесть лет подряд. Но вершина успеха – золотая медаль Олимпийских игр в Пекине. Да, мечта сбылась. Мечтала об этом всю жизнь. Готовилась, много тренировалась, но все равно очень сложно в это поверить, часто осознать все, что произошло. Елена Дементьева призналась, что решение уйти приняла еще в начале года. И тем тяжелее было играть на этом турнире в Катаре. Я понимала, что это мой последний турнир, последний раз я приезжаю в эту страну, последний раз я буду играть на этом стадионе. Очень тяжело было принять это решение, но я думаю, что это правильно и в нужное время сделано решение. 15 октября Елене Дементьевой исполнилось 29 лет. Но она, по собственным словам, решила уйти на пике спортивной формы, уже обладая 16 титулами женской теннисной ассоциации и более чем 14 миллионами долларов призовых. Сейчас поклонники Елены Дементьевой ломают голову в поисках ответа на вопрос, чем теннисистка займется после окончания спортивной карьеры. Кто-то сразу вспомнил, что олимпийская чемпионка снялась в музыкальном клипе и пророчит ей будущее в шоу-бизнесе. Однако фамилия Дементьева не так часто мелькала в заголовках светской хроники, как фамилии, например, других теннисисток. Кто-то хотел бы видеть ее тренером. Сама же знаменитая спортсменка заявила, что теперь главным для нее станет семья. А если она и будет участвовать в теннисных соревнованиях, то только в качестве зрителя. Николай Захаров, Юлия Закрепская, телекомпания НТВ.